Привет, друзья! Ваше очередное еженедельное ауди-видео-шоу, в котором копирайтер-неудачник и фобизнесмен-миллионер обсуждают разные интересные штуки. Что-то ты низко себя. Или ты кого? В ком? Нет, слушай, у меня такая тактика, знаешь, я себя принижаю, чтобы собеседник расслабился. Я расслаблен. Есть другие упражнения для этого. Я понял. Хорошо, слушай, у меня для тебя собрано от зрителей 5 вопросов. И еще и 6-й мой собственный. Бонус трек, давай. Сейчас буду тебя зачитывать, будешь отвечать. Некоторые вопросы такие, смотри. Начнем с первого. Читаю. Стас, есть ли в твоей жизни место импульсивным покупкам? Ну, мужские игрушки. Ты со свободным сердцем льешь в это бабло или сожалеешь? Ну да, 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 есть. Я вот всякую технику люблю, вот всякую аппаратуру, которая подводит иногда. Сейчас долго не могли включиться. Вот. Но вот мне иногда какой-нибудь объективчик куплю, какой-нибудь фотоаппаратик. Вот у меня там целый склад. Какой-нибудь микрофончик. Вот это вот все, что для творчества нам нужно. А там, не знаю, мотоциклы, там, брачки. Есть, да. Да, я есть купил, но еще не катался. То есть вот буду кататься, наверное. Квадроцикл у меня есть. А хочешь что-нибудь типа яхты, там, вот такое? Да, вполне возможно. Но у меня пока нету недвижимости, там, у воды, да. Логично, что яхта должна быть где-то, где вода есть. А так, конечно, да, да, прикольно. Вообще, очень интересно кататься на всем, что можно кататься, кроме лошадей. Вот лошадей я не очень как-то уважаю. Я понял. Ладно. А, слушай, а вот по поводу вопроса. Ты вот в это свободно деньги льешь, ты никогда не сожалеешь купленным? Нет. Ну, там не такие критичные деньги, то есть, как бы для меня, ну, не сильно там большие суммы, скажем так. Это же не для того, что, ну, как хобби, знаешь. То есть кто-то там украшения себе покупает, айфоны. Ну, то есть я к телефонам равнодушен, я к автомобилям равнодушен, ну, в принципе. То есть у меня, как бы, таких трат особо нет, поэтому, как бы, ну... Дорогие часы есть у тебя? Нет, нет дорогих часов. Ладно, блин, ну ладно. Я хотел себе на время дорогие часы, даже познакомился с чуваком, который держит часовой ломбард. Ну, это прикольно. Я не слабил текст. Ну, типа, короче, там какая-то хитрая, мутная схема, что он мне готов был продать часы, которые мне нравятся, и так, носить, но недорого, за 320 тысяч рублей. Итальянский бренд Panerai такой. Вот, но это все надо кэшем платить, я что-то напрягся, ну, то есть, типа, непонятно, что за часы, но бывает. Не, ну, если нравится, часы, в принципе, я поддерживаю, нормальная тема, вот, ну, в принципе, прикольно. То есть, если ты наслаждаешься именно видом, дизайном, ну, то есть, я люблю всякие красивые вещи, дизайн, то есть, кто-то там специально покупает, чтобы показывать в обществе. Я там сильно далеко куда-то не хожу, но вообще в обществе, если я прихожу, я предпочитаю, чтобы там не по одежде, не по часам, как бы, а по разговору и смыслам всегда лучше, интереснее. Ну, для себя, если у тебя есть избыток, как бы, денег, которые ты можешь потратить, ну, а куда их еще девать? Ну, то есть, квартиры есть, машины есть. Я вот помню случай такой, я занимался извозом, таксистом был, Uber тогда не было, да-да-да. Вот, и подвожу как-то парня молодого. Вот, он был, ну, такой уже возраст, как и я, наверное, не знаю, 19, где-то 20 лет мне было, я тогда занимался параллельно с Тэгдемаксом. И тогда, кстати, на такси удавалось больше зарабатывать, чем Тэгдемакс, была востребованная история. Вот, я его подвожу, и так разговаривали что-то, а я пытаюсь на квартиру себе накопить, там, ну, или там что-то на машину, он говорит, ну, у меня, типа, все нормально. И он так рассказывает, не то, что хвастается, он как бы говорит, ну, да, говорит, ну, вот, квартира у меня есть, как бы машина есть, вот, там, купил еще что-то, часы. Я говорю, блин, так у тебя там часы или что-то стоят, как автомобиль. Говорит, ну, в принципе, у меня есть, зачем мне еще один? Я говорю, ну, квартиру можно купить. Он говорит, у меня тоже есть. Я такой, блин. Вот, но он был спортсменом каким-то, и он, вот, я запомнил этот разговор, потому что он так сказал, ну, то есть для меня это было, как бы, предел мечтания, а для него это было, ну, у меня уже есть, как бы, а куда еще деньги тратить? Я тогда понял, блин, ну, как бы, а вот такой же парень, как и я. И в принципе это вдохновляет Это один из таких моментов интересных Когда я подумал, блин, а чем я хуже Прикольно, слушай, классная история Все-таки можешь ты в стритейлинг сам Видишь, я тебе не нужен на самом деле Я могу, конечно, но это надо все соединить У меня, знаешь, чем проблема со временем Я много чего могу, но если я буду делать все, что могу То есть я не могу делать плохо А чтобы делать хорошо, надо этим заниматься И вот одно дело там наболтал тебе чего-то Другое дело оформить это в какой-то текст Материал на видео, куда-то выложить в какой-то формат Вот для этого нужна всегда экспертная поддержка И поддержка профессионалов Поэтому обращайтесь к лучшим Я понял К Сергею Продал практически еще Слушай, есть еще один похожий вопрос у меня Станислав, а как вы относитесь к инвестированию? Во что вкладываете? У меня нет излишних денег, поэтому я все деньги проедаю Ну слушай, у меня в дом вкладываю У меня очень много расходов на дом на самом деле На путешествия я не коплю, не откладываю У тебя нет акций? Нет, у меня ничего нет Если я куда-то вкладываю, я вкладываю либо в свое образование Либо в свои какие-то там проекты То есть мне лучше книгу выпустить, сам инвестировать Записать какой-то материал Сделать упаковку какую-нибудь, заплатить кому-нибудь, кто мне поможет Создать какой-то продукт То есть я вкладываю в себя, в образование, в продукт, в дом В отдых, в путешествие Я верю, что я еще не на том уровне, что подкладывать И смысла нет Откуда я это знаю? Ну опять же, как мне кажется Была тоже такая история, вторую историю Рассказываю Интересная Я ехал в электричке И пока ехал, стоял Был жаркий юльский день И было душно У меня мозг работал Я думаю, блин, когда же я накоплю себе и куплю квартиру И пытался считать Получалось, что со всеми подходами мне нужно лет 20, чтобы купить где-то там далекую однокомнатную квартиру Теми темпами И тогда я понял еще один важный момент, что надо что-то по-другому делать Ну то есть невозможно тупо на визуализации, работая на работе, получая 400 долларов И даже подвозя кого-то на автомобиле То есть это автомобиль уже даже потом был, после того, как я на электричке ездил Все равно невозможно Где-то надо что-то другое придумывать И как бы смысл там, время ты тратишь одно, надо по-другому действовать Поэтому даже сейчас, если я буду откладывать какие-то копейки То есть я верю в то, что через год, два-три я создам некую систему Которая там принесет за месяц то, что я могу 10 лет работать А зачем? То есть я правильно тебя понимаю, ты инвестируешь в себя, что потом выстрелил? Потенциал, конечно, больше То есть мне выгоднее сейчас все до максимума раскрутить потенциал, чем по 10% откладывать чего-то Ну вот откладывал бы я по 10% там 10 лет Я бы накопил ровно столько, сколько, допустим, сейчас я бы мог заработать за 2 месяца А мне бы на это потребовалось там 10 лет Ну давай так, не то, что отрезаешь у себя чего-то Но все равно каких-то это движений, заботы о денег Потом там, значит, доллар туда-сюда Я бы переживал из-за этого А так нет денег и беспокоиться ни о чем Потрясающе Слушай, сейчас я представляю, как куча людей, которые нас смотрят такие О, блин, он такой же, как и мы У нас тоже нет денег Но у меня есть другая У меня есть более-менее налаженный пассивный доход Связанный с капиталом интеллектуальным То есть в любой момент времени Ну, у меня всегда приходят деньги Всегда То есть всегда у меня кто-то что-то заказывает Покупает уже там несколько лет без рекламы Просто люди обращаются Благодаря вот этому капиталу интеллектуальному накопленному Поэтому это не повезло, это я просто вкладывал в другое Не в банковский кошелек, а в голову и в продукты Все же и разумно Но здесь тоже важно дать ремарку для тех, кто нас слышит Что это не значит, что нужно, как я, покупать там все На все вино и старые пленочные камеры Но все-таки инвестирование в образование Это немножко другое Ну да, да Не, ну вино тоже нужно И камеры тоже нужны Ну слушай, а если не для удовольствия Это же у тебя расслабонное удовольствие привозит Почему нет? Тебе это энергию дает А то, что им дает энергию Если там, у каждого это свое Кто-то часы купил и он там кайфует У кого-то там задача, не знаю, там Жене машину купить Или там помочь там кому-то чему-то Это уже у каждого свое Если тебе это зажигает, дает энергию То нет смысла этого не делать Как бы это странно со стороны не звучало Ну то есть для других Это же ты для себя делаешь Логично, я согласен, да Я примерно так же думаю Я просто хотел тебя подловить вообще Да нет, ну как же Так, вопрос Станислав, а зачем вам такой большой дом? Вы правда можете его весь обжить и весь используете? Да, конечно Да, да, да У меня много У меня комнаты небольшие Ну вернее их немного Но они большие Я люблю очень большие пространства То есть я люблю, когда заходишь там прям как дворец У меня там есть Как геленджике, да? Ну вот да Вот я люблю, когда не много маленьких А несколько больших У меня два вторых света Там по 7 метров потолки Ну клево То есть очень классно Кто-то любит, знаешь, там Ну спит, допустим В маленькую вот кроватку, да И вот чтобы уже в коконе были Нет, мне не так Мне вот, пожалуйста, большой зал Чтоб вот все было такое С окнами, с делами Ну не знаю Парнофильм вот такой видел Я только в парнофильмах такое видел Знаешь, огромное бальное зало И посреди стоит Интересно у тебя контент идет Ладно Ты пришлешь потом ссылочку Конечно, конечно Стас, такой вопрос Как правильно работать с друзьями? Я просто боюсь, что с друзьями Планка отношений, качество ниже Но не будешь же ты на друга наезжать Ты сам работаешь? Слушай, вот только до интервью с тобой Сейчас как раз Я сейчас книгу пишу по этой теме И там один из загонов клиентов, да, условно Немножко с другой позиции Что мне сделает мой знакомый строитель Есть такой миф, стереотип Это, наверное, похоже более-менее Потому что логика такова Что ты хочешь у кого-то из друга взять Но ты не можешь взять на работу друга И делать ему не можешь Если вы не можете разграничивать работу и дружбу Почему? Потому что ты не можешь идеально сделать У тебя будут все равно косяки и ошибки Либо ты закроешь глаза, что там фигово сделано И тогда лучше бы тебе было заплатить И не искать кого-то там, ну друга, допустим Либо ты поссоришься, потому что будешь требовать А друг говорит, я тебе и так согласился По дешевке там сделать Ну, а ты там с меня требуешь Тоже будет непонимание Поэтому, если ты не можешь договориться А в 90% случаев люди не могут договориться об этом Потому что в силу того, что очень разные люди Лучше этого не делать Если договориться можешь, то отлично Есть союзы, когда муж с женой работает С партнерами по много лет С друзьями Но это когда друг друга все понимают Либо находятся в правильных позициях по отношению Ну, как бы, либо на равных, либо не на равных Наоборот, и всех это устраивает Слушай, а вот ты сам То есть ты, если сможешь разграничить Ты будешь работать с друзьями Ну, смотри, у меня такое свойство Я никогда ни на кого не обижаюсь Мне всегда всем все равно Вот если люди на меня не будут убежаться А я не могу делать плохую работу То есть если фигня, я скажу, что типа надо переделать И объясню почему И некоторые люди могут убежаться То есть скорее, как бы, со мной не будут дружить в этом плане А я-то буду, я ко всем отлично отношусь Ко всем, кто не халтурит и делает Ну, я же вижу, когда человек не может, да, что-то сделать Потому что не умеет Ну, тогда научись, я и научу А если не может, потому что халтурит И как-то вот пытается Ну, с такими людьми стараюсь не общаться Я понял Окей, хорошо, ладно Блин, у меня такая мини-стория есть Мой папа в 90-е занимался отделкой квартир Он что-то вроде прораба У него была своя бригада И сейчас даже до сих пор немножко этим занимается И когда вот там в 2000-х годах, когда я подрос Уже в институте учился Я говорю, пап, возьми мне к себе подработки Ну, то есть типа, а что, я сейчас ищу подработку Мне карманы, деньги нужны Я там буду тебе доски подносить Там, не знаю, штукатурку По флажкам там мазать, по стенам Вот, папа мне говорит Слушай, Сережа, это вообще никогда не случится Я говорю, почему? Он говорит, ты накосячишь Я же тебе по оружию не дам Я своему строителю дам, а тебе не дам Ну, типа, ну как? Ну, зачем? Получается, ты будешь Косидел у меня в команде Поэтому сорян И, короче, не взял меня Понятно Не стал из меня, видишь, отделочника Зато пошел в... Как тебя правильно называть? Копирайтер или редактор? Копирайтер Ну, знаешь, дедушка мой, когда по телефону с друзьями разговаривает Он просит не материться Он ксерокопированием занимается, говорит Так что, вот, это прихожая Похожим образом Отлично Слушай, вот есть вопрос Прямо под историю тебе Ну, не знаю, сможешь ты или нет Справишься или нет Станислав, а у вас есть детская мечта, которую вы хотели Или хотите, или хотели реализовать? Слушай, ну, такой мечты прям нет Скажем, у меня есть навыки, которые во мне не раскрыты И, не знаю, наверное, даже таланта у меня какого-то нет Но вот меня всегда тянуло видео снимать почему-то Вот И я еще с детства бегал с камерой У меня у отца было Panasonic M3000 Мы купили Он был военным Мы приехали в Москву Мы на Дальнем Востоке жили И вот там на всю зарплату Там годовую или там премию какую-то Поехали купили Там были такие большие кассеты И надо было на плече ее носить Я сестру снимал Ну, все снимал Все, что можно было Вот И как-то это осталось Притом я понимаю, что у меня абсолютно нет Как бы в этом там таланта Но я понимаю, что я могу научиться Я когда закончили свои темы Там по дизайну По этой Ну, в принципе, я бы занимался Каким-то либо фильмом Я уже сейчас думаю даже на сценарии Либо что-нибудь подснимал Причем я люблю как и сам сниматься Так и снимать других Тоже мне это нравится Операторская работа Ну, это мы заметили сегодня Слушай, а так Это художественный фильм у тебя будет Или документальный? Ну, документальный, да, наверное Но художественный тоже интересно Потому что Ну, в целом я понимаю, как все работает Вот И сценарное мастерство мне тоже интересно Вот если про мечту Вот я мечтаю осваивать разные навыки, наверное Причем, ну, опять же Связанные с психологией С пониманием С визуальными эффектами какими-то С эмоциями Хотя я как бы Ну, немножко не про это Ну, вот это мне вот интересно Я бы туда пошел Слушай, это классно Ты сейчас открылся Сколько тебя знаю Уже открылся ли меня немножко с новой стороны Это прям сложный такой Сложный творческий навык Который прям Прям сложный У меня есть Андрей Видеоредактор Знакомый Мне нравится еще тема То, что он как профессионал Получается работать Мы сняли фильм интересный достаточно И сделали это очень быстро У меня еще одна из составляющих Что я хочу это делать Не очень долго и дорого А быстро Буквально подручными средствами Сейчас видеооператорская работа И камеры это позволяют делать На профессиональном уровне И буквально в моменте Какие-то сюжеты придумывать Вот мы тогда с ним фильм сняли А наша студия Это потребовало Ну, часов, наверное Пять максимум Но фильм получился очень классный Может кто-то даже увидел Философия там наша рассказана Вот такие вещи я люблю делать Я только помню еще такое видео У тебя было Где ты стоишь в каком-то итальянском Пригороде И у тебя за спиной такая Скрипит калитка металлическая Я тебя слушал Смотрел на эту калитку Как она так двигается Прям не мог оторваться Прикольно Возможно специально это сделал Кто теперь знает Слушай, еще знаешь что Сценаристы, например Очень ценятся сейчас И у меня есть несколько даже друзей Параллельно Которые в крупных компаниях Российских Которые занимаются Прокатом фильмов Созданием сериалов Работают И они буквально Не могут найти сценаристов И платят за эту работу Довольно много За сценарий Который пишется Три-четыре месяца Они платят Например полтора миллиона рублей Ну, в принципе Чем за книжку Ну, конечно Да, сценарий Но смотри Если ты Три-четыре месяца Пишешь сценарий Если ты умеешь это делать Я бы даже рекомендовал Если для заработка Не только по сценарии Допустим Видео Или какого-то История Я бы делал сценарий Запуск какого-то продукта Потому что То, что ПЛФ Есть формула Ланч формула Это замечательная история Там, в принципе Ты пишешь сериал под себя Ты рассказываешь Показываешь путь Своего героя На примере тебя Либо твоих сотрудников Либо кого-то продюсируют Допустим И у тебя получается Тот же самый сценарий На три-четыре месяца С прогревом И дополнительными Вот этими Фишечками Просто заработаешь Ты там Ну, в принципе Тоже примерно Такие же деньги Может быть даже И больше Но этот продукт Останется Он будет твой То есть Так ты его сдал И дальше Опять четыре месяца Работаешь А так ты его можешь сделать И запускать Каждые полгода Ну, то есть Я бы в эту сторону подумал Если для денег Если для творчества И вдохновения То, конечно Это знаешь Как художественная литература И Какая там Деловая Ну да Или продающий Продающий текст Например Да, да, да Ладно Слушай, такой вопрос Немножко может быть личный Я вот занимаюсь Психотерапевтом И мой психотерапевт Он такой клинический психолог Бывшим Юнгианский Прям такой сложный чувак Но он сейчас просто Терапией занимается И он мне рассказал Один инструмент Метод С которым интересно С людьми поговорить И этот инструмент Может многое про них рассказать Ну, я сейчас тебя спрошу Посмотрим Что Я сам не мастер Он говорит Вот представьте себя В старости Блин Не люблю я эти тесты Я знаю Окей Я согласен Знаю такие упражнения Давай Что будет на плите написано Ну нет Подожди Какая плите Вот какая-то Комфортная старость Ну ты там не лежишь Уже умирающих в постели Ну вот Типа ты уже пожилой Но все еще активный И он просит Описать мир вокруг себя Вот как выглядит Вот Например Вот тебе Вот 65 Что вокруг тебя происходит Да В принципе Все то же самое Что и сейчас Я делаю продукт Я развлекаюсь Учусь Новому Общаюсь с близкими С друзьями Нахожусь Скорее всего Путешествую много Больше Чем сейчас Возвращаюсь Ну при этом Домой Ну Какой-то в это место Да допустим Ну возможно А дома Это этот дом Да да Этот я вижу Этот дом В принципе Уже Ну как там Максимал Я не собираюсь Продавать Очень много Как бы сил Времени Внимание Вложил Мне нравится То что я сделал И если будет Возможно Точно она будет То есть Будет может Еще где-то Недвижимость На лазурном берегу Скорее всего Мне там нравится И вот оттуда Можно будет Там Разные места Ездить Наслаждаться жизнью Я не вижу ничего Каких-то кардинальных Изменений Более всего Похоже на то Чем я сейчас Занимаюсь Может быть Меньше Скажем Больше Сейчас Скорее будет Какая-то Команда Да Уже настроенная И система Настроена Какие-то Уже более глобальные Я сейчас Занимаюсь Созданием Не просто Там вокруг Дизайна А более глобальных Продуктов Которые будут Транслироваться На весь мир Скорее всего И я думаю А можешь приоткрыть Транслировый продукт Ну у меня Система Я придумал психологическую Тоже систему Потому что Я когда посмотрел Психологи На самом деле Очень прикольные ребята И то что делают Там разные бизнес-тренеры Все остальные То есть это все Классно, здорово По сути что они делают Они из неосознанного Человека Либо из малоосознанного Двигают его по уровням По уровням осознанности И профессионализма Просто заворачивают Они эту тему Типа Стань богатым Почему это работает Очень просто Потому что Люди на начальном этапе У них потребность Разбогатеть Желательно быстро Желательно Вот сейчас Да Они говорят Хочешь это Конечно хочу И все бегут за ними А дальше Когда они приходят Покупают курс Они говорят А теперь надо поработать Блин Ну да дружище Ты же как бы Ответственный Взрослый человек Ты же понимаешь Что надо поработать То есть Изменяется уже Риторика получается Вот Ну в принципе Так искусно делают Ну ты так же делаешь Да? Ну в принципе да Но я без Знаешь Мне вот не нравится Вот эта манипуляция Я против этого Да Я больше ищу Скажем Сразу же подготовленных людей Которые понимают Что надо поработать Поэтому я даже Ну я не делаю Как бы Завлекающие такие темы Что вот сейчас Ты разбогатеешь То есть Это будет работать Но это будет привлекать людей Которые с низкого уровня осознанности Которых надо будет Внутри Очень сильно конвертить От этого там будет Ну Много людей Много там негатива Ты что-то хорошего Не сможешь сделать Именно как продукт То есть Я на более высоком Сразу работаю Но в целом Имеет место быть Так вот К чему это К тому что Я передумал тему Как короче Все это Бесие Да и понимание себя Вывести Там условно За полдня себе Построить полностью Путь самому Вот И так как я это не продаю Понимаешь Я могу это выложить Абсолютно бесплатно Эта штука поможет Ну просто всем И скорее всего Ну даст какую-то пользу И людям И мне Я сам по ней сделал Научился Исследовал много чего И вот выложил Как инструмент Я сейчас хочу Описать этот инструмент И люди Разумные Ну воспользуются Ясно Слушайте Слушайте Вы слушайте Полуха Это он инфобизнесмен Он вообще не продаст Там внутри Какие-нибудь свои курсы Ну кто захочет Купить Я отговаривать не буду Ну конечно Ну а дальше Все очень просто Моя задача вывести Найти из всех людей Людей которые готовы Купить мой продукт А у меня там От 100 до 300 тысяч Продукт примерно Вот соответственно Мне не интересно Дешево Я принял решение Что ну условно Там люди Которые зарабатывают От 30-50 тысяч Я им лучше Бесплатно буду Все отдавать Но хорошего качества Потому что там Другие люди продают Почему У меня это ничего не стоит У меня все равно Там бизнеса нет никакого Я с ним все равно Работать не буду Но если они посмотрят И получат пользу Это будет хорошо Слушай Это похоже на Инфобизнес Человеческим лицом Ну вот хотелось бы Наверное так Я знаешь как хочу делать Я хочу делать продукты И все И все что вот Происходит То как бы мне самому Хотелось Ну Хотел бы я записаться Через манипуляции Нет не хотел бы Хотел бы я создано Да хотел бы Хотел бы чтобы мне потом продали Да вообще не вопрос Я с удовольствием Покупаю дорогие вещи И услуги Ну я покупаю нормально Всем сколько надо И Ну главное чтобы нормально Было отношение Я против Больше всего Мне бесит Знаешь что Когда обещают одно Ну то есть там вот все Сказочно здорово Ты там заплатил Вот А дальше получается Неподдержки Или поддержки какие там Кураторы Которые вообще ничего не понимают Ну то есть Какая-то непонятная фигня Вот И ты вроде не то ожидал То есть неоправданное ожидание Это не очень хорошо Я это решаю Даже если вот где-то у меня Не доделано там что-то Вдруг может быть Там в плане курса Ну кто скажет Мне непонятно У меня всегда можно Ко мне лично обратиться в чате Да И я всегда все расскажу Объясню каждому человеку Нет ни одного человека Который бы сказал Что вот мне Станислав не помог Вот взял деньги И вот У меня не получилось Приходи Вот даже прямо сейчас Можно прямо меня набрать в чате Если ты покупал То ты в чате Я тебе отвечу на любой вопрос Такого просто нет Единственная причина отказа Что человек там не хочет работать Не умеет Поменялось что-то Такое да бывает Но это как бы не моя история Не ко мне вопрос скажем Вот так я люблю Ты сейчас говорил про то Что ты хочешь сделать продукты Которыми ты сам хочешь пользоваться Я очень долго использовал Такую фразу в текстах коммерческую Например Мы продаем коммерческую недвижимость Там того уровня Которую сами бы купили Ну то есть кажется Такой в тексте Тоже важный маркер Что мы делаем так Как бы сами покупали Пользовали Все что угодно делали Ну да Ну наверное в тексте Это будет как-то странно смотреть Кто вы такие Да почему-то Сами не пользуетесь Нет ну хорошо звучит Но я Мой ум всегда Тебе доказательств Типа Ну я же как бы Это не в продаже Использовали Я просто как бы Свои отношения Говорю я нигде об этом не пишу Что вот я бы так хотел Просто вот рассказываю Вот поэтому в продаже Наверное Я не знаю Насколько это эффективно То есть ты наверное Уже скажешь Вот Я бы просто показывал Быть другими Какими-то вещами Отношениями Что вот у нас Именно такие продукты То есть как мы Вкладываемся Как мы заборачиваемся Какие у нас там детали Какие у нас результаты То есть по которым Человек сам сделает Ну такой вывод Не не я с тобой согласен Это просто некий Как слоган что ли Конечно это дополнение Нормально да Нет это хорошо Да это классно То есть когда тебе сделали Сделано с душой Вот условно Такой бирочка слогана Это классно да У меня вот есть такой вопрос Станислав Видела в одном из предыдущих видео Ваши расценки На зарплату сотрудников Вы натурально платите копейки Вам не стыдно Да нет Я в принципе даже делаю так Чтобы не оплатили Когда работают Это нормально Ну нет Что значит копейки Копейки Это прояснить Ну вот сколько Значит копейки Можешь прояснить Сколько ты платишь Там от скрыти Начинается у тебя Доход сотрудника Слушай Базовая позиция 200-250 рублей В час Ну по часовой Самое простое считать Вот максимальная позиция Наверное 1000 рублей в час Арт-директор Ну или там Хороший специалист Средний сотрудник 50 Ой 500 рублей в час 350-500 Да Если ты помножишь это На 8 часов в день На 20 рабочих дней 22 То у тебя будут зарплаты 40, 60, 80, 100 тысяч И арт-директор Может зарплатить 20 тысяч рублей Может и больше Но он не работает Постоянно на Как бы на этой теме Да То есть Ну не постоянно То есть Скорее менеджер проекта работает Плюс зарплата складывается Не из того Что у меня там зарплата Из одной темы Она от многих факторов зависит Хочешь больше денег Продавай Я подскажу как это делать Потому что больше денег Зарабатывает кто Кто экономит деньги В отношении с клиентами Менеджерит проекты Чтобы клиент Как бы меньше вариантов делал Либо кто приносит деньги А если ты Как бы Хочешь больше зарабатывать То ты должен учиться Именно этому Если ты просто чертишь Либо просто визуализацию делаешь Ну а с чего тебе платить больше Если еще 1000 человек Ну примерно такого же уровня Ну то есть Тогда ты не вне конкуренции Тогда тебе будут платить Всегда твои 50 тысяч в месяц Ну годами И за выслугу лет Тебе никто не поднимет Зарплату А скорее наоборот Потому что если ты там застоялся Скорее возьмут Какого-то нового молодого Который наоборот развивается И готов работать за копейки То есть это же Как бы ничего такого нет Слушай, у тебя вот есть В студии Пример того Что допустим Чувак вырос Так он дизайнер Арт-директор Начал продавать И его доход увеличился Ну у меня Нету дизайнеров Арт-директов Которые так делают Потому что Их задача Не доход И не продавать То есть им устраивает В целом доход И им комфортно Работать с проектами И комфортно Та уровень Ответственности И доверия Которые даю То есть им достаточно И им интересно Работать с интересными проектами Ну как я вижу Опять же Я не беседую Потому что Работает не трогай То есть Не надо в душу Человеку лезть Если он этого не просил Ну если он работает И получает Насколько то надо Дальше не хочется развиваться Значит он как бы устраивает Все окей А есть люди Которые наоборот Хотят больше Тогда мы с ним По моей же методике Простраиваем Вот этот план Роста И ну вот У нас менеджер есть Который вот Там с 30-40 тысяч Который получал Там год Наверное Или два Доросла уже До 100 И выше в принципе Идет Ну то есть В три раз Такой рост За последний год Почему Потому что Потому что Ответственность И решимость И обучаемость То есть я вкладываюсь И вижу результат Это клево Но не всем это надо Понимаешь Не все же как бы хотят Вот что Давайте вот мы растем Кому-то окей И я сам даже кстати такой Я не всегда как бы ради денег Там готов что-то делать Что меня не устраивает Ну то есть Меня устраивает как сейчас есть И я лучше новый проект Какой-нибудь сделаю Чем какой-то Возьму другой Где много денег Но удовольствия мало Я даже Я даже его не буду брать Ну то есть Мне время дороже Да Слушай Я понимаю о чем ты говоришь У меня был сложный проект С кока-колой И я настолько вымотался И мне никаких денег Не надо было Я прям Скал ребят Чуваки Я не вывожу Сорян Не ушел Хотя казалось бы Это прям бренд И там деньги А просто Нет сил тянуть Сложную работу Я думаю Я думаю Я думаю важность денег Слишком сильно Переувеличена Вот мне так кажется То есть я думаю Что их должно быть достаточно Для того чтобы закрывать там Твои потребности И чуть-чуть избыточек иметь Вот Сейчас полстраны такие Ну-ка иди сюда Я сейчас тебе расскажу Как ты денег Переувеличен Нет денег в народе Не ну Я как бы Про то что Вот я вижу Да Я считаю что если ты У тебя есть компьютер интернет Не знаю Айфон последний То в принципе У тебя вопрос стоит Хочешь ли ты Добиваться того Что тебе интересно Либо ты хочешь там Скакать под Социальное одобрение Там или Что у всех есть Там вот у Паши Новый айфон И он поехал Куда-нибудь на Вальдивы А вот у Маши нету И вот она Как бы чтобы быть В социальном кругу Она тоже хочет А могла бы заниматься Не знаю там Пением И так же кайфовать И заработать По итогу даже больше То есть я думаю Что больше надо В раскрытии талантов И куда тебе интереснее идти Потому что Ну все равно Жизнь-то одна То есть ты если идешь на деньги То ты идешь на Только на деньги Да вот Но не в неинтересное То ты просто убиваешь В себе талант Зачем А если ты его разобьешь Это так же как с инвестициями Да ты откладываешь в пубышечку А если ты его разобьешь То ты через год Можешь там Стать известным певцом И там олимпийский собрать Ты этого не сделаешь Если ты как бы туда не идешь Ты зарываешь свой талант Просто зарываешь Это недопустимо Слушай Это классно сейчас было Мне понравилось Как ты сказал Прямо вдохновительно Слушай Последняя тема осталась Я дам небольшую водную И ты послушай Твое мнение Знаешь что Я тебя хотел спросить Психолога Потому что ты же Недорассказал Что там с этим сам Ну окей Представил я Где финал Финалочка Такая Он говорит Что есть люди Которым во-первых Трудно представить себя В старости Непонятно кем я буду Выгляжу И во-вторых Есть люди У которых Картинка Которую они рисуют Выглядит немножко странной Ну к примеру Он представляет Общает Мне психолог рассказывает Что я общаюсь С семейным человеком И спрашиваю Кем ты себя видишь В старости А он говорит А я вижу Что я такой рокер Старый Красивой бородой В кожаной куртке На мотоцикле Там баба сзади сидит Такая Ну я типа мчусь По улице Свободный Да Что для меня Это маркер Человеку что-то Возможно в жизни Не устраивает И он посоветовал Что можно у друзей Поспрашивать И понакладывать На их текущее Представление о себе Если сильно отличается Значит у человека Внутренний конфликт Очевидно имеется Ну согласен Да Это цели Которые он сейчас живет Выполняет Он выполняет Для других Потому что должен А для себя Вот он когда-нибудь потом Это ведет к конфликту Действительно И самое интересное Тут что Не обязательно Вот это конфликтовать Ну типа Что он должен Там все поменять Он просто может Даже найти Вот в своем Вот этом бунтарстве Просто по-другому Поменять свои вещи Чтобы и свое Реализовывать Да Свой талант К чему ему стремиться И других Как бы не обидеть К примеру Там не знаю Создать клуб байкеров Например уже сейчас И монетизировать его Почему нет Ооо Женатые байкеры Даже называться Ну например Ну у нас тут Живут ребята У них там какой-то клуб Кстати Вот там в соседнем доме Я почему вспомнил Вот там Они как бы Нормальная семейная пара Но вот они там Вовлекаются мотоциклами У них деньги есть И все нормально Там клуб какой-то У них тусовки бывают Ну прикольно Ты тоже кстати Можешь на своем мотоцикле Выехать Так сказать Через двор И туда Да Но я социально Не очень как бы Адаптирован Я вот у меня Социальное общение Ну как бы Не сильно развитая вещь Я понял Хорошо О чем хотел сказать Есть такой чувак Был Его зовут Дуглас Макгрегор Он психолог Социолог американский Он что-то много там Полезного изобретал По-моему Если я не вру Он еще был одним из создателей Полиграфа Машины Которая определяет Типа враньего человека Вот У него есть две концепции Он называл их Теория Х И теория Игрек Или люди Икс И люди Игрек Называется Он говорил Что он изучал Вопрос мотивации труда Он говорил Что он жил в 60-х годах И что он описывал Мир вокруг себя Как мир Икс Это мотивация Кнутая пряника Человеку говорят Работай хорошо Будешь заработать Много денежек А будешь работать плохо Мы тебя уволим Это такая мотивация Которая в институте В школе В армии Тебя хвалят и ругают И ты между Молотом и наковальней Все время Пытаешься куда-то пролезть И он тогда В своих 60-х годах Мечтал о том Что будет некая Концепция Игрек Когда люди работают Продифана Потому что им интересно Вопрос денег Опасности Страхов Для них на третьем месте Им просто Они как собаки Которые чуют лису Им интересно ее догнать Хотя они кормленные При этом Вот И сейчас вот эту концепцию Подняли Как бы со старины Сдули с нее пыль И пытаются Крупные компании Ее внедрять у себя Я видел примеры Такого внедрения Но у них все ломается Типа она не встает Люди когда теряют контроль Понимаешь Что как бы их никто Больше там Начальник с кнутом Не ходит над ними И они начинают расслабляться Ну типа имитируют работу Приведу пример Вот есть крупная компания Я с ней там связан Они ищут новых сотрудников И на собеседование Новых сотрудников Выходит типа всемиром Приходят 7 представителей Компании И соискатель Ну то есть понятно Что они просто Время занимают Потому что сидеть Балаболить на встрече Легче чем там Работать заниматься Вот скажи Ты вот что придумаешь Какую тебе концепцию Ближе Ты вот как у тебя В студии построена Я думаю для творческих людей Позиция кнутая Пряникова Вообще не работает То есть ее можно Вычеркивать Работает только Именно взрослый человек Должен выполнять свою работу Почему у них не работает Они неправильно построили систему Есть уже Конкретное описание системы Как это работает Так построено у нас И во многих других Успешных компаниях Ну я тоже думаю Так построено То есть люди Как бы не дураки Они понимают психологию людей И строят систему под них Если мы говорим Об организации Ну вот бизнеса В котором творческие люди Реализуют потенциал И работают без кнута И пряника Они работают Именно на удовольствие Ты им дай Ну в гугле например Так построено скорее всего Да Ты им даешь по максимуму Все закрываешь потребности У них там еда Шоколадки Массажисты Все Только работайте Вот И соответственно Люди вдохновляются Когда у них закрыты Все базовые потребности Интересными задачами По пирамиде масла У тебя интересные задачи Выше И как бы люди туда стремятся Ну дальше же там Духовный рост Вот поэтому Ну а когда у тебя все есть Чем тебе еще заниматься У тебя заниматься Только так как бы Развитием Либо социальной темой То что вот на балах Раньше было там Ну в царские там Времена да Когда были цари Там дворяне Они занимались Балами То есть у них Социальная была история Ну и обучением То есть чтобы там Друг с другом Там как-то замудить правильно Вот Сейчас как бы Это и так могут люди делать Но пошли еще выше Дальше это развитие Я на самом деле Я представляю На балу Ты такой поручик орехов Господа Идея бизнеса имеется Кто хочет инвестировать Да-да-да Он король А потом голову с плеч Не пошло Практически да Писали Да-да Накл Его Инфобизнесменов Всех Колесовать Ну короче Такая тема Это рабочая схема То что они Всемиром ходят Они скорее всего Не настроили просто Как надо Потому что Я уже Если конкретно Рассматривать Я точно могу сказать Как надо делать И как делать не надо Потому что я эту тему Проходил Я ее проходил Там у себя в студии Там 5 лет Я пытался Как бы понять Настроить У меня были и кнуты И пряники И менеджеры И все что только не было И в итоге мы пришли К одному простому Понятному вещи Надо построить систему Понятную Для сотрудника Показать В этой системе Его рост Показать Его начальные координаты Дать базовую Зарплату И дать показатели Которые даются Когда ты достигаешь Каких-то уровней Дать Научить его Общаться Как бы с клиентами И с проектами И дать свободу действия Вообще не трогать Вообще не подходить Все И тогда будет работать Кто его контролирует В такой ситуации Никто В этой ситуации Нет контроля вообще Он приходит В конце месяца Говорит Я сегодня молодец В этом месяце Мы сделали новое Мы больше сделали Они хотят отчитываться Потому что Они хотят похвалиться Как ребенок прибегает Со школы Папа Я пятерку получил Вот примерно Такая же история Ну а если он не сделал Просто сидит на своей зарплате Ну сделал меньше На 5% Чем должен был Ты же его не уволишь? Увольнять не надо То есть Тогда ты ему не даешь Другие проекты И вводишь еще одного Второго Третьего В конкуренции Он видит Ничего себе Другие ребята Делают Такие же как я Как у них получается У него естественное желание Не конкурировать А узнать у них Как у них получше Если человек пытается Конкурировать И пытается Ну кого-то где-то подсидеть То у него базовые Вот эти вот вещи Не позволят ему двигаться Есть столбец Ну как бы слева Что делать не надо Там завидовать Конкурировать И справа Что надо делать Это развиваться Узнавать Общаться Ну как нормальный человек Это очень сложно поменять Да Но сложно таких людей найти Один из 20 примерно Ну такой Учитывая профессионалов Ну в общем тебе нужно 100 человек Отсмотреть примерно Чтоб одного подходящего взять Под твои ценности Под эту историю Ну и дальше Как-то еще сработаться Но это возможно Прикольно Потому что можно это делать Чужими руками То есть можно взять менеджер Который пропылесосит Там 10 тысяч резюме В теме И найдет там тебе 100 А из 100 ты выберешь там Ну 20 И тебе точно хватит Слушай интересно То есть получается У тебя в студии Вот эта система Игрик в принципе работает Да-да-да Я ее не только у меня Я ее преподаю У меня на курсе Мы как раз ее внедряем И очень большой Вот этот переломный момент Когда руководители должны Я говорю Ребят если вы работаете По там Окладам Кнутом и пряникам У вас 70% людей Просто встанут и уйдут Это нормально Ну кто сейчас работает Ничего страшного Вы если перестраиваете систему Ну она будет перестроена Единственное что я рекомендую делать То что сначала не рекомендовал Но сейчас уже рекомендую То есть оставьте все как есть Чтоб оно не ломалось Не трогало Не трогайте И рядышком новую построите Конкурирующую И когда вы увидите Что новая У вас там 3 человека Делают больше чем 15 Вы тут себе зададите вопрос А что-то тут не так И скорее всего Ту систему похороните Как само собой Ненужную историю А в новую Вольются Либо те люди Которые готовы меняться Либо новых людей Наберете Потому что Ну это не проблема Профессионала найти не проблема Проблема найти человека Который как бы готов Расти и развиваться В этом самая главная ценность Слушай, очень классно И знаешь, с чем Не призонирует Есть книжка Волкова Называется Облачная демократия Он описывал концепцию Как побороть государство Которое вот там Людоедское В котором все плохо устроено Он примерно похожим образом Говорил Он говорит Стройте внутри Маленькое Цифровое государство Где 3 человека Могут выполнять функцию Там 500 чиновникам Там можете даже Сами внутри себя Платить себе Сами пенсии Ну там Справедливые пенсии И в процессе Когда система разрастется Она просто как бы Скинет старого Она старая там рет Потому что новая эффективнее Это похоже на то Что ты преподаешь Да И ты должен быть Как руководитель Должен быть архитектор Эта система То есть Ее создать очень сложно Потому что надо Очень много психологии И вот Всего вот этого Понимать структуры Вот Поэтому я Поэтому она и востребована Да Ты думаешь А что это Что это за люди такие Почему они У него покупают За такие деньги Ну то есть Мы на создание Такой системы Просто на написание Там мы стратили Ну более 100 тысяч долларов Вот Даже с пониманием А люди там Получают меньше Там не знаю Чем за 3 Или за 5 То есть Это экономия Там в 100 раз Или сколько нам получается Больше Очень классно Вот И насколько тогда Это полезно получается В 500 раз Конечно Это выгодно Блин Очень классно Мне понравилась Твоя концепция Про внедрение Так что старик Дуглас Мог бы Наверное Тобой радоваться Он тебя сейчас Ставческими руками Приемнел бы Наконец ты понял Чем я занимаюсь Да Практически Примерно Слушай На самом деле Очень классно Вопросов Больше я не имею Я очень был удивлен Кстати Что ты не инвестируешь Я думал У тебя там акции Доли В компаниях Знаешь Как у всех У меня есть Знакомый Илья Смирнов Привет Вот он Этот самый Он создал Студию Дизайна И он такой Про деньги Он еще не дизайнер Он юрист И он сделал Студию дизайна В Уфе И сейчас Вот купил Там акции Тесла В общем Что-то еще там Купил В общем Ходит сейчас Такой довольный Говорит Я инвестор Привет Ты сам Теслу бы не купил Слушай Ну как машину Да нет Я к машинам Равнодушен Понимаешь То есть Я бы купил Наверное Порш Мне нравится Маленький Какой-нибудь Прикольно Но тоже Как бы Когда уж Совсем В избыток У меня нет У меня даже Ездить нигде Ну как бы Особо Я вот На велосипеде Лучше поеду Вот Больше Не знаю Я абсолютно Равнодушен К автомобилям Окей Хорошо Блин Слушай Было на самом деле Нормально Мне понравилось Мне впечатлило Вот кстати Интересно Что Когда терапевт У меня спрашивал Про мое свое будущее Я вот У меня свое будущее Себя в старость Сформулировать Вообще не смог И он так на меня Смотрит Он говорит Так Нам есть о чем Поговорили Кажется Я сейчас У меня есть Короче Диагностика Не прошла И когда ты стал Рассказывать Что ты в том же доме Живешь В котором ты сейчас Живешь Ну то есть Вот из разговоров С терапевтом Это прям очень круто Ну то есть Прямо Человек видения Есть будущего У меня вот Примерно такое У меня кстати Третья тема Это Ну вот В моей системе Там 10 пунктов И третье Это именно Люди не умеют мечтать То есть Они очень сильно Се ограничивают И вот У нас была Дизайн конференция И там было Упражнение Где я тестировал Систему Я говорю Ребят Закажите Вот там Что хотите Вот И даже Человек вышел Ну знакомый Который Вышел к доске Давайте Меня разберем И говорит Ну вот Загадывай Что хочешь Там через 3 Через 5 лет И он начинает Уже сразу Дохода Сотрудников И всего У него потолок В 3 раза И я знаю Что так будет Я уж так много раз делал Вот И фишка в том Что не нужно Исходя из текущих ресурсов И состояния Это планировать Нужно планировать Вообще Как угодно А как это делать У тебя мозг Потом построит дорожку Вот в чем смысл Вот Прикольно В принципе Такой темы Во многих книгах Пишется Вот И инфобизнесмены В принципе Этому учат Да И там инфоцыгане Даже этому учат Как ни странно Вот Зерно Другое дело Как подносится Это как там Волшебная таблетка Но это не так конечно Но здравый смысл В этом точно есть Абсолютно точно Мозг подстраивает Тебе решение Под задачу Он так устроен Он так запрограммирован Природой Даже если там Посмотреть ученых Да Ну Разных Там почитать книги Именно о мозге То есть ты поймешь Что цель для чего ставить Для того чтобы Визуализировать ее И к ней идти Если ты не понимаешь Куда идти То Как в сказке еще было Там в Алисе Да Если без разницы Какая у тебя цель Куда ты идешь Говорит Ну не знаю Ну тогда все равно Куда идти Нет правильной дороги Все так Слушай Классно Мне понравилось У меня больше нет Тебе вопросов А ты не читал книжку Пропа Владимира Пропа Про морфологию сказки Нет Эту книжку не читал Я читал Я понимаю О чем ты говоришь Я читал Не помню автора Кто Американский сценарист Джозеф Кэмпбелл Кэмпбелл да Вот Читал ты эту тему Ну да Хорошо Классно Классно расписано И мне нравится Как расписано Именно сообщество С точки зрения Государства Ну у них там Да И дальше там герой И я это тоже Кстати в курс добавил Ну вот у меня тоже Такая тема есть Только я сделал Там не в плане Книжки большой Там небольшой Как бы урок Там условно На 40 минут Но в котором Ты понимаешь Как свою историю Героя строить Прямо конкретно И у каждого Есть вот это геройство Ты просто его ищешь Видишь и позиционируешь Это часть про Постояние личного бренда Об этом можно В следующий раз поговорить Интересная история Вот кстати Прекрасно Да давай Как раз будет тема Я соберу еще вопросов От зрителей Если вы Вам нравится что вы смотрите Пишите мне смело Задавайте вопросы Вот мы Станиславу передадим Можно все что угодно спрашивать Но в приличных мерках Вот Спасибо Станиславу Что нашел время Оторвался от подсчета денег Так скажем Общение с богатыми людьми Вот Мы увидимся с вами И с вами И со Станиславом Через неделю Пишите вопросы Ставьте лайки Советуйте друзьям Стараемся среди вас Спасибо До свидания Спасибо Сергей Пока Пока Субтитры подогнал «Симон» До свидания